И данный скин совсем скоро появится в Неймелес коллекции и он будет стоить. Ну а перед началом ролика быстрый тест на твое везение, ведь последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне никогда не везет, а тебе должен выпасть самый лучший дроп, потому что ты этого достоин. Поэтому прямо сейчас ставь лайк и проверяй. Ребята, всем привет! С вами снова я Дексан и сегодня в данном видеоролике мы поговорим с вами о новом скине из Неймелес коллекции. Когда же он выйдет и что это будет за скин? Но перед началом ролика давайте разыграем Голдпасс Санстрайк. Для участия тебе просто нужно поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, посмотреть данный видеоролик до самого конца без перемоток, а также подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Ну а теперь давайте приступать к видеоролику. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ребята, уже вышло осеннее обнова на Булдроп. Давайте-ка заценим, откроем парочку кейсиков из новой коллекции Драгон Борн. Кстати, еще же выкатили и новенький ивент Обменник Мерлина, в котором можно обменивать Драконью Кровь на топовые скины. Ведем промик на Кровь и посмотрим, чем же нас наградит Мерлин. Опа, нормальный зовут на халяву. Кстати, Драконью Кровь дают за каждое открытие кейса. А еще начался новый сезон Булпа со скучей топовых призов, а топовые бонусы специально для вас уже в закрепленном комментарии. Итак, дорогие друзья, совсем недавно, а именно 30 августа, наша любимая и самая загадочная коллекция Неймелис пополнилась еще одним крутым скином, а именно скином Дигала у Рейд. И многие после его добавления начали задаваться вопросом, с каким же промежутком времени выходят скины Неймелис. Вообще, сразу вам скажу одну важную вещь. В Неймелис коллекции есть не только скины на оружие, но и на ножи, а также чармы. Поэтому, что я вам могу сказать, а именно то, что, по моему мнению, следующим предметом в этой коллекции может быть абсолютно что угодно. И не обязательно скин на оружие, потому что их действительно много. У нас в данной коллекции есть 6 скинов на оружие, 2 скина на ножи и целых 3 чарма. И согласитесь, какой-то сильный перевес идет в сторону оружия. И лично, как по мне, хорошо было бы добавить еще один Неймелис нож. Допустим, тот же самый новый нож Фэнк. На нем бы очень круто смотрелся бы какой-нибудь редкий скин. Главное, чтобы не Гоуд, потому что уже есть фанка у Рэй. Давайте прямо сейчас с вами обсудим, какие скины, вполне возможно, в скором времени могут добавить в Неймелис коллекцию. Первый и самое легендарное, это АКР Спорт минус 28, или же другой. Его название это АКР Спорт В2. Данный скин очень давно находится в файлах игры, но в игре его никогда не было. Второй скин это Глок Бёрст. Выглядит вполне неплохо и мог бы претендовать в Неймелис коллекцию. Ну а также последний скин это М4 Эви. Очень крутой скин, но в случае с данным скином, его точно можно не ждать в игре. Потому что разрабы дали четкий ответ насчет этого скина. Почему его же не добавили? А именно из-за криповости. Так что либо она никогда не выйдет, либо ее придется существенно модернизировать, и это будет уже недалеко не такой скин. Теперь давайте начнем разбираться. Лично, как по мне, в Неймелис коллекцию нужно добавлять именно те скины на оружие, которые как-никак пользуются большим спросом в нашей игре. И уж тот же М60 точно не стоит делать такой редкости. Поэтому из всех названных скинов я бы очень сильно хотел бы видеть АКР Спорт В2, потому что это как минимум красивый скин, так и часто юзабельное оружие в катке. А также получилась бы неплохая история со скином на АВМ Спорт В2. Поэтому это пока что самый лучший вариант, что можно добавить в данную загадочную коллекцию. А также самый важный аргумент, это то, что еще не было еще ни одного скина на АКР в Неймелис коллекции, и поэтому такое вполне возможно. Ну а даже если таких скинов не стоит нам ожидать в игре, то я думаю, что никто со мной не поспорит, что можно добавить новый вид в Неймелис коллекцию, а именно стикеры. Это довольно любимый вид предмета в нашей игре. И если он появится в Неймелис коллекции, то просто представьте, какой же это будет ажиотаж среди данного стикера или же наклейки. Потому что стикеры, в отличие от чармов или же тех же самых скинов на оружие или ножи, всегда будут клеиться. И поэтому будут пропадать. Их не будет очень много на рынке. Тем самым они будут сильно цениться и никогда не падать в цене. Ну а также к этому стикеру можно будет приурочить, допустим, то, что стикер будет сделан в честь какой-то из киберспортивных команд. Как, допустим, в CSGO. И стикер можно будет сделать в честь команды, которая победит на мажоре. Но опять же, это лишь мои предположения. Но все равно какой-то стикер было бы круто видеть в данной загадочной коллекции. Ну а даже если не стикер, то, допустим, тут же самую М-ку без глушителя или же М-ку с глушителем. Потому что АКР, М4 с глушителем и М4 без глушителя самое часто юзабельное оружие в игре. Также можно было бы добавить скин на АВМ, но их уже целых две штуки в данной коллекции. Поэтому нет смысла этого делать. Ну а теперь поговорим с вами по поводу того, когда же выйдет следующий неймелес предмет. Я провел статистику и выявил, что скины в данной коллекции выходят с промежутком примерно раз в полгода. Это может быть как 5 месяцев, так и 7 и более месяцев. Но в среднем именно примерно полгода разница. Поэтому раз уж новый Диггл вышел почти в начале сентября, а именно 30 августа, то следующий предмет нам стоит ожидать примерно в феврале или же марте 2024 года. Ну а также это может быть не один предмет, потому что если я не ошибаюсь, то в один момент добавили сразу два чарма, а именно В2 и Ачпачмак, поэтому такой вариант тоже нельзя пропускать. Ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте про лайк и подписку на мой YouTube канал с колокольчиком, а также про розыгрыш голдпасса Санстрайк в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях, я жду новый Неймили скин и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунта в стенд оф 2. И спам это сообщение 100 и более раз в комментариях под данным видеороликом. И среди вас я выберу одного комментатора и положу ему целых 500 голды на аккаунт. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя шанс на победу. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока.